Медсестра Галия Яббарова 40 лет трудится в Самарском онкологическом диспансере. Вспоминает, как в начале карьеры благодаря своему наставнику выбрала работу в операционной. Сегодня Галия сама наставник, помогает новым сотрудникам освоить на практике сестринское дело. Мы же помощники хирургов, поэтому необходимо знать не только практику, набивая руки, и теорию, естественно. Вместе работаем, показываем, какие операции проходят, какие инструменты, говорим им, чтобы они все это понимали. Не просто так подавать инструмент, а знать предназначение каждого инструмента, каждого аппарата. И название оперативного вмешательства, чтобы они выучили все. Преемственность поколений – традиция онкодиспансера. В отделении опухолей головы и шеи вместе с мамой, медсестрой, уже полгода работает врачом дочь Александра Сидоренко. Ну, я очень хорошо помню все моменты, когда мама приводила меня с собой, и летом особенно она брала меня с собой на работу. Я помню, как мы снимали ЭКГ, если честно, очень хорошо. То есть мама показывала мне, как накладываются электроды, как ставится, вот именно снимается ЭКГ. Вот это было, наверное, прямо такое, одно из первых, что я вообще увидела в медицине. Сегодня в онкодиспансере на смену узкопрофильной медицинской сестре пришли специалисты-универсалы. Онкоцентр первым в регионе ввел такую практику. Клиническая медсестра ведет пациента во время госпитализации, оказывая весь спектр сестринского ухода. Для перехода в новый ранг нужно пройти обучение. Онкологические пациенты имеют несколько другое строение, особые операции проводятся. Поэтому необходимо медицинскую сестру в течение всей трудовой деятельности учить. И мы малыми группами проводим обучение с учетом особенностей того или иного отделения, где происходит лечение и уход за пациентом. Медицинская сестра проводит первые свои манипуляции, иногда на манекене, для того, чтобы ей было проще работать с пациентом. Сестринская служба онкологического диспансера проводит занятия и для медучреждений первичного звена. Основной акцент на повышении онконастороженности среднего медицинского персонала, проведении осмотров и онкоскринингов. Обучение прошли более 600 сотрудников. С этого года сестринская служба диспансера организует выездные семинары в центрах амбулаторной и онкологической помощи. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.